Очень важна, мне кажется, очень важна какая-то адекватная самокритичность. У нас люди перестали смотреть на себя в зеркало. Вернее, они смотрят в зеркало, но с восхищением. То есть они такие умные, прекрасные, и их не переубедить. Уверенность — это хорошо, но самоуверенность — это немножечко плохо. И у нас вот этой самоуверенности пять лет назад было очень много, а сейчас немножечко, немножечко люди уже вот как-то присели. Но очень печально, очень печально, что мы до каких-то вещей доходим только благодаря каким-то трудностям, каким-то плохим ситуациям. Потому что я и по жизни стараюсь учиться на чужих ошибках, и всем советую, ребята. Мы не сверхособенные, мы не сверхлюди. Давайте просто адекватно оценивать ситуацию, и тогда у нас будет немножечко все получше. И люди от нас во всем мире не будут шарахаться. Потому что сейчас, откровенно говоря, если мы также посмотрим наших представителей в ПАСЭ, либо на других международных площадках, немножечко уже как бы вот так как бы... О, Юкрейд? Окей, все. И уже как бы между капельками. Или между нашими, ребята. Ну, это может быть, мне кажется. Может быть, я выдумываю. Может быть, залы действительно там полные и большие. Не, ну, в твоих словах есть сенс. Ну, я вот, честно... Слава Богу. Вот, дивись, ну, вот наша делегация вышла из ПАСЭ в знак протеста. А потом за что? А потом, через несколько месяцев... И мы вспоминаем мордорский советский страшный мультик. Ничего не поясняем, вийшла туда. Вспоминаем мультик, шарик входит и выходит. Входит и выходит. Десенс все будет. День рождения ИА, так все называется. И никто не понимает. И навіть и депутаты, які выходили, не понимают. Я могу улыбнуться, пожать плечами. Ну, как бы, да, да, вот так. Что мы можем тут сделать? Ничего мы не можем сделать. Только поюморить, посмотреть на это все с какой-то определенной снисходительностью. И надеяться на то, что люди включат как-то мозги. Ну, я это говорю, я сам сейчас улыбаюсь, потому что я вспоминаю, что я приблизительно года два назад тоже такой-то сидел. Так, ничего, ничего, сейчас люди включат. Да, все-таки я оптимист. Я оптимист страшенный. Вот, что люди включат мозги. Включили. Продавай собаку. Ну, но все-таки, на выборах ситуация склалася такая, або еще гирше, або хоть что-то иншее. Это Зеленский. И там не было каких-то других вариантов. Это типа вилкой в глаз, либо... Ну, вот так, выбор без выбору. Нас фактично поставили перед фактом и сказали, або это, або будет еще гирше Порошенко. И мы понимаем, что... Ну, вопрос в том, что... Не было альтернативы. И эта ситуация, я думаю, еще... С одной стороны, я с тобой очень согласен, да, когда вот, что касается президентских выборов. Ну, а что касается выборов парламента, мне кажется, немножечко слишком много авансу дали. Слишком люди как-то... Опять же, вот... Просьба, люди, разбирайтесь во всем, вникайте. Ну, не просто поверхностно проходите по вот этим вот вещам, но это я могу как бы говорить, вот умничать и рассказывать людям, давайте вот, типа, уделите этому времени. Но, с другой стороны, я понимаю, что вот люди сейчас, на данный момент, если мы спустимся с верхушки элиты, спустимся к обычным нормальным людям, они сейчас заняты тем, чтобы заработать деньги, деньги на коммуналку, деньги на то, чтобы покушать, на то, чтобы одеться, потому что, мы вспоминаем, коммуналочка у нас подросла в 10 раз, ну, я газ имею в виду, да, в целом, там, коммуналка не в 10 раз, но тоже очень прилично. И человек, который впахивает и отдает большую сумму денег на это все, он хочет просто прийти вечером, я подозреваю, что он хочет прийти вечером, сесть, усесться, отдохнуть, посмотреть телевизор, и ему интересно, что происходит в этой стране. Но он не хочет, у него нету сил думать уже, и поэтому он включает какие-то каналы, где ему разжевывают, он хочет объяснить ребятам, почему вот так, вот почему в 10 раз поднялось это все, почему я должен за это платить. И он ищет по каналам и надеется, что ему просто объясняется. Нету сил уже тратить силы на саморазвитие. Саморазвитие это очень важно. Мы можем просто посмотреть на тенденцию, как часто люди стали ходить в театры, какой у них досуг. Важно, а то дорого. Да, да. То есть вопрос денег, он стоит очень четко, потому что мы приняли, слава богу, да, в 91-м стезю в сторону капитализма, рыночного рынка. Вот, и этот рыночный рынок, он достаточно жесток и отключает всякое понимание человечности. Да, мы это выбрали, и мы за это сейчас расплачиваемся, и в какой-то степени мы это заслужили, к сожалению. Ну, я себя наубрал, мне туда руки вспять было. Ты, да, ты наубрал, я наубрал. Мельчесть наших, я так разумею, батьков они убрали. Вот понимаешь, вот это вот такая вот серьезная штука, что в принципе это сейчас вышли на пенсию как раз те люди, которые в свое время захотели джинсы и жвачку. Ну, гласности еще, вот. Я иногда задумываюсь о том, что может нам не нужна такая сильная гласность, может нам действительно какая-то нужна социально ориентированная диктатура. Диктатура права в первую очередь, потому что законов у нас много, мы тут, мы придерживаемся с тобой, да, то есть у нас есть квоты, мы придерживаемся, потому что мы порядочные и честные люди. Но не всех законов люди придерживаются у нас. Все равны, но кто-то значительно ровнее. И это вызывает определенный дисбаланс, это вызывает чувство несправедливости, а следовательно происходят какие-то определенные бурления в нашем обществе. Вот, общество сейчас как котел, вот, который вот постоянно его надо заклепывать. Вот, заклепывают, там немножко прибили, там, там. Но, думаю, рванет. Вот кажется, вот что-то, какое-то ощущение, что оно так рванет, бабахнет, что нам мало не покажется. Ну, тут сажется. Продолжение следует...